Всем привет! Давно не виделись. Был большой перерыв, потому что я улетала срочно в Россию делать свои дела. Но сейчас я вернулась и представляю вам новое видео, которое уже анонсировало по всем социальным сетям, как мы сходили с Йенсом в заброшенный военный гарнизон Шперенберг, в котором я жила в детстве. Смотрите и подписывайтесь на мой канал, не забудьте! Всем привет! Я нахожусь сейчас перед воротами гарнизона Шперенберг, где я сама жила с семьёй. Мой папа был военный лётчик. Я жила с семьёй с 1985 по 90-е годы. Это была западная группа войск, переименовали. Сначала была ГСВГ, группа советских войск Германии. И вот пять лет я прожила в ГДР, в городке Шперенберг, но вернее гарнизон Шперенберг, который прилегал к деревне Шперенберг. Вот мы сейчас нашли эту деревню, проехали через неё, и вот мы стоим у ворот гарнизона Шперенберг. Вот позади меня КПП, то есть контрольно-пропускной пункт, через который мы выходили. Если мы хотели поехать в Берлин или, например, пойти купаться на озеро, к примеру. Вот интересно, какие-то машины подъехали, интересно, что им здесь надо. Я в Ганычский Закт. Смотрите, у них ключи есть, круто, но они сказали, что нам туда зайти нельзя, иначе будет нехорошо. Ну ладно, не будем людям мешать. Мы сейчас пойдём попробуем с другой стороны как-нибудь сюда забраться и посмотреть на место, где я в своё время жила. Ну вообще, Янс хотел найти дом, где мы жили, а жили мы напротив дома офицеров. Стоял наш дом пятиэтажный, рядом была школа. Ну в общем, всё вот так, как у людей. Только, конечно, сейчас всё вот в таком же точно состоянии. Ну так вот, как я сказала, да, вот через эти ворота, через КПП мы выходили, когда хотели поехать в Берлин или куда-то там ещё, в Бюнсдорф, это был наш центр как бы военный, там тоже находились русские войска. Или когда мы хотели, допустим, пойти купаться, здесь озеро, в самой деревне Шперенберг, озеро. И когда мы хотели пойти купаться, мы вот дальше вот так вот шли, проходя через вот этот контрольно-пропускной пункт в своё время. Вот. А поскольку пройти через ворота нельзя, как мы уже поняли, мы сейчас пойдём посмотрим, посмотрите, вот этот путь. Смотрите, в пути заросшие абсолютно дерево стоит посередине. Ну вот, да, и мы идём тогда по дороге справа, справа от гарнизона. И, как сказали вот эти вот дядьки, которые сейчас проехали, что если мы вот так вот тут пойдём по этому пешеходному пути, так сказать, то мы где-то найдём лазейку, потому что они здесь везде есть, сказали они. Ну вот, смотрите, можно видеть, да, что весь гарнизон обнесён стеной. И стена, кстати, насколько я помню, ребёнком не была постоянной. А первые годы, ну, наверное, 3-4 года первые из 5 лет, которые мы там провели, а в 90-м году вывели вообще все группы, да, советских солдат из Германии, в последний год где-то построили вот эту стену, потому что её раньше не было. Была такая проволока колючая, которую мы отгибали, и выходили гулять вон там, вон на луг, загорали там, играли. Ну, потому что всегда интереснее выйти куда-то за пределы, да, сами понимаете, чем просто сидеть в гарнизоне, исследовали какие-то новые уголки. Вот, а потом построили вот эту стену, и нам, кстати, очень строго запретили тогда, выходить через КПП, куда-то ездить, с этим стало намного строже. Короче говоря, вход мы пока ещё не нашли, мы всё ещё идём вокруг гарнизона, всё огорожено стеной, на стене надписи «Bet retten verboten, lebensgrafa», запрещено заходить, опасно для жизни. Здесь вот, в принципе, можно зайти, да, для тех, кто очень любит приключения, потому что, где-то так по моим подсчётам, в этой стороне были бараки танкистов. Мы жили, лётчики, мы жили в домах, пятиэтажных, хороших таких домах добротных, а вот танкисты, солдаты жили в казармах или в каких-то вот таких... Ну, это, наверное, казарма, да, скорее всего. Ну, в общем, короче говоря, в этой стороне я практически не бывала, да, я была только в своём районе, где школа, магазины и, как бы, приличные дома. А солдаты и танкисты жили в бараках и казармах, где-то там на отшибе. Вот, скорее всего, этот отшиб тут и есть, с этой стороны, потому что вокруг гарнизона я, конечно, никогда не ходил. О, короче, залезли мы всё-таки сюда и ищем озеро, на котором стояла Мадонна. Но это вряд ли то самое озеро. Вот это, по-моему, вообще какой-то снаряд. Ужасно страшно. Лично мне страшно. Я не хочу идти дальше. Короче говоря, вот тут стояла Мадонна. И поскольку озеро сейчас обмелело, вода была намного выше, вот по край. Да, вот так вот по край буквально. Вот это вот, где, вот так вот, да, вот по краю вот по этот. А дальше продолжалось вот так вот это вот, вот эти вот остатки, они продолжались дальше в виде такого, как бы, променада. И на этом променаде были рельсы. Были рельсы. И нам рассказывали, что эти рельсы были для того, чтобы в своё время фашисты на вагонетке запускали русских пленных с бомбой, привязанными вот сюда в озеро, вот по этим рельсам. Ну, не имею понятия, правда или нет. Скорее всего, страшилки детские. Но вот такая легенда ходила. Да, теперь вижу, где мы. Вот этой дороги, конечно, не было раньше. Всё было такое. Не знаю, какое, если честно. Я уже не помню. Может быть, был асфальт. А может и нет. Не помню. Честно говоря, не знаю, что это за дома. Потому что, насколько я помню, так близко у озера никаких домов не было. Ну, так что... Ну, что-то такое разрушенное, конечно. Ну, что это? Или я не помню. Нет? Тут был лес. Тоже какие-то такие, да, барачного типа. Разрушенные дома. Ну, точно не наши. Не наши, потому что наши были четыре этажа. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Не, не из русских. Все, что здесь было построено, было из-за немецких. Здесь, барак номер 5. Да, то есть, получается, мы действительно там, где бараки, а не там, где офицерские дома. Как я сказала, в бараках жили солдаты, казармы, бараки, да, солдаты и танкисты. Но я вот в этой стороне так и не была, кстати. Я не знаю, почему озеро так придвинулось. Как-то я так помню. Или это было их конкретное озеро, танкистское. Потому что наше озеро называлось Офицерское с Мадонной. Ну, вроде как, я постамент от Мадонны обнаружила. Короче, не знаю, все передвинули. Все, теперь в граффити. А, тоже такие же любители приключений. Мрачное зрелище, конечно. Судя по всему, кто-то здесь побывал и в 2015 году. Как вы! какое-то здание вполне возможно что это медсанчасть наша где мне ногу зашивали на зорнице я была на зорнице играли в военную игру и оттуда я вернулась сраной то я помню эти ступеньки это наша медсанчасть и короче говоря там так получилось мне вонзился в ногу осколок посмотрите вон фигня такая от гипса или что это вообще так вот да на зорнице мне воткнулся в ногу осколок стекла и меня на носилках на носилках доставили сюда с войны и здесь зашивали ногу в упор не помню никаких бараков рядом ну вот так выглядели наши дома видите офицерские дома 1 2 3 4 до 4 этажа вот он дом такой мой конечно не наш дом потому что какой-то дом стоит перед больницей а сначала был еще супермаркет здесь дальше где-то должен быть а уже потом там наши дома школа дом офицеров вот смотрите тоже дом то есть уже пошли такие вот эти дома летчиков построенные немцами добротные с балконами когда было маленько и все казалось таким большим а сейчас может и правда но все в такой доступности то в мангрус в манглайн ва да шин алис суроков а вата сида а вот наш супермаркет про которая говорила где я попробовала впервые вкуснющие торты или торты с йогуртовой начинкой и полюбила германию навсегда да а напротив вот стояли дома все правильно выходили в этот супермаркет а тут уже начинались дома моих одноклассников кто ходил в школу школа вон там дальше да вот такие дома вот такие подъезды смотрите а вот здесь вот если мы завернем должен быть то есть налево если завернем должен быть если идти ровно дом офицеров если там проход дорога да вот и наш дом офицеров дом офицеров куда мы ходили смотреть мультики то здесь было кинотеатр мультики кино на мультике включали детскую музыку которая полчаса громко раздавалась в рупор таким образом созывая детвору на мультики как слышим музыку мама мультики мама мультики можно на мультики до на бальные танцы я сюда ходила танцевать на кружки мама моя ходила сюда на кружок шитья собрания всякие проходили здесь праздники в общем дом офицеров как он есть а вот это судя по всему школа моя школа номер сто тридцать семь в которой я училась с третьего по восьмой класс да конечно здесь не было все такое заросшее естественно вообще не было деревьев все было гладко выбрита так вот значит тут вот школа у нас начинается он там начиналась школа а вот это уже дом моей подружки натальи папа тоже служил и были они оба с моим папой друзья еще до германии из куйбышева то есть самара они приехали сюда раньше нас первого класса тут школу ходила а я приехала через два года конечно они там все нам показывали вот это был вот ее дом она жила в первом подъезде короче говоря вон там начиналась школа мой дом полностью заросший плиты вот эти так и были бы здесь было футбольное поле там дальше как раз офицерский дом фунтам желтым проглядывается здесь было футбольное поле и площадка для волейбола где мы играли в пионербол через сетку вот она против как я и сказала напротив наш дом вот так он выглядел 4 этажа серый и вот эти плиты они кончались вот там дальше кончались плиты и здесь вот в конце плит стоял корт корт где мы в теннис играли папа мой в теннис играл вот вот здесь вот корт был раньше да сейчас нету вот а жила я вот в этом первом подъезде первый подъезд и вот мое окно на первом этаже вот пожалуйста вот она ну вот то есть мой подъезд на первом этаже да вот этот туалет окно в туалет кухня кухня дальше зал вот да тут зал вот так вот жили вот такая квартира бывшая ужас вот как я сказала дать туалет это кухня это был зал это был балкон с этого балкона вообще можно было спрыгнуть и побежать вон туда гулять там дальше опять же была сетка на как ее сетка проволока колючая была дальше и дальше был лук вот там и часто играли такая почва песчаная соснами тоже была здесь был в принципе песок есть поломала травы ну как видите все заросло до наш балкон прикольно да вот так вот все будем выбираться цель достигнута дом нашли все посмотрели ну вот так обратным путем обошли школу опять мы здесь кстати не одни мы слышим как вот эти мужики что-то там ломают потому что они сюда приехали что-то вывозить где-то там они грохочут мамы и двигаемся уже в сторону куда-нибудь уже отсюда вылезти и попасть в цивилизацию очень доволен да мечтал давно попасть в шперенберг посмотреть все эти советские артефакты россия россия в этом подъезде жил мальчик в которого несколько нас девчонок были влюблены по моему 8 7 класс а он в девятом и вот мы им каждый день стояли где-то вот тут на перекрестке здесь дом офицеров дальше мы выходили сюда перекресток и стояли смотрели чтобы он вышел если он вышел и сказал кому-то из нас халу а привет так проходя мимо конечно у нас особо не замечал то конечно мы прям писались штаны от радости ну вот опять проходим мимо супермаркета нашего так ну вот мы дошли до ворот теперь с другой стороны и и теперь вопрос как отсюда выбраться вот опять же кпп через который мы проходили когда хотели выйти в деревню шперенберг чтобы поехать на поезде или еще что то да ну наверное придется вот тут как-то пролазить машинка наша еще стоит ждет нас как ногами все я снаружи мы спасены ура товарищи наоборот я концы посмотрите красота отлично надеюсь он спину себе не сломает круто короче товарищи сходили мы на прогулку надеюсь вам было интересно да все мы на свободе нас не съели волки не застрелили не знаю штази еще кто-то кто там следит за этим всем надеюсь вам было интересно погулять с нами все будем уезжать отличный тайминг короче получился как только мы сели в машину подъехали какие-то еще чуваки которые вероятно тоже туда хотят а с другой стороны подъехали те чуваки которые перед нами туда зашли то есть и буквально на одну минуту мы разминулись никто не видел как мы там по стене лазили замечательно сейчас еще заедем покажу вам вокзал вокзал с которым мы уезжали в берлин свое время стояли там на перроне тоже старый заброшенный поедем посмотрим как и обещала смотрите вокзал сейчас это частные владения собачку это мы уже знаем этот были днем и поговорили с мужиком который владеет этим вокзалом теперь мужик из швейцарии живет здесь теперь купил вокзал гд ровский не работают больше пути пути больше не работают он сказал что здесь едет дрезина иногда вот то есть пути заброшены можно через них перейти и вот смотрите гд ровский вокзал которому мы приходили когда хотели поехать в берлин например на поезде родители наши знали как сказать билет туда и обратно тикет хину цирк и вот получали билетик туда-обратно можно было поехать на поезде вот смотрите барбекю здесь ну в общем да теперь это частный дом но это не просто частный дом а это европейская собственность как бы смотрите написано памятник дэнк маль о майн код а вот и дрезина вот и дрезина а вот тут смотрите хозяин показывает русские написаны армения воронеж воронеж наташа мама одесса мама как на рейхстаге русские русские везде были танки за я вот как раз катаются над резине наверное это какой-то аттракцион прикольно да но то есть как я и сказала да больше не ездят здесь поезда а люди вот так развлекаются себе по этой старой гдр вской по этой старой гдр вской железной дороге ну вот друзья побывали мы в прошлом вернулись в нашу реальность надеюсь вам было интересно да пишите комментарии свои как вам понравилось путешествие до вылазка в этот город призрак и гарнизон призрак гарнизон советского прошлого призрачного да ну надеюсь вам было интересно больше такого не обещаю это какой-то был аттракцион невиданной смелости мне было очень страшно на самом деле мне все время казалось что или выбежит волк и нас где-то подстрелят какие-то там охотники или еще кто-то или будет что-то такое похоже на ведьму из блэр когда видео собрали да и там последний кадр кто-то бежит и убегает от кого-то не было ужасно страшно ну вот хорошо что все хорошо закончилось до до следующих встреч алис буты через на канал не забудьте подписаться и я напоминаю что все мои курсы внизу под видео подписаны написаны по ссылке заходите выбирайте учите можете даже сюда приехать почитать немецкие надписи как я сейчас для вас сделала алис буты через